Еще один чемпион НБА в единой лиге ВТБ Джордан Ллойд. Он выигрывал кубок Лэри О'Брайена вместе с Toronto Raptors, а теперь покоряет северную столицу и отвечает на наши вопросы. Летом «Зенит» подписал контракт с Джорданом Ллойдом, взрывным американским защитником, имеющим за плечами ни много ни мало титул чемпиона НБА. Кроме того, в его резюме опыт выступления в Европе за ХПЛ из Эйлата, Валенсию и Цервенну Звезду. Несмотря на то, что в России Джордан играет еще не так много, уже ставят ее на первое место среди всех стран, в которых ему довелось побывать. Россия номер один. Мы ведь здесь сейчас находимся. Ладно-ладно, шучу. Я фанател от Израиля. Это было мое первое место жительства за океаном. Эйлат — прекрасный город на побережье. Валенсия — тоже берег моря. Видите, я жил здесь только в очень приятных местах, поэтому, ну, сложно. Я люблю жить рядом с водой, пляжем, люблю большие города. Но если все же нужно расставить все по местам, то я скажу так — Питер первый, Валенсия на втором месте, ну и дальше Эйлат. Ллойд признает, что решение о переходе в «Зенит» было довольно простым. Чемпиону НБА мало чем можно удивить, но в клубе Северной столицы справились с этой нелегкой задачей. Если нужно выделить одну причину, по которой я перешел в «Зенит», то я бы назвал направление, в котором движется команда. Я очень хочу быть частью клуба-победителя. Ллойд сталкивался с типичными проблемами американца, перебравшегося в Россию. Языковой барьер — одна из главных сложностей. При этом сам город Джордану очень нравится. Правда, время не познакомиться поближе, пока было не так много. Ну, языковой барьер, конечно, первое, с чем сталкиваешься. Без знания языка сложно общаться с другими людьми. Поэтому даже решение мелких бытовых вопросов может стать трудным. Кроме этого, все идет довольно гладко. Город очень красивый, поэтому в этом плане все хорошо. Честно говоря, узнать Санкт-Петербург получше я пока не успел. У нас было несколько выходных, и я немного погулял. Но все еще знаю не так много мест. Только зал, квартира да арена. Пока только так. Для человека, в коллекции которого есть перстень чемпиона НБА, Джордан производит впечатление уж слишком скромного парня. Американец утверждает, что просто оказался в нужное время в нужном месте. Мне очень повезло играть в той команде. Я просто пытался как можно большему научиться у тренеров и ребят, которые позже точно попадут в зал славы. Это было просто нереально. Никто даже представить не мог, что мы в итоге выиграем чемпионство. Но все так сложилось, и я горжусь, что был частью той команды. Приятное дополнение к чемпионству. Попадание на легендарное фото с решающим броском Кавая Ленарда на последних секундах седьмого матча финала Восточной конференции против Филадельфия. Ллойда тогда мало кто знал в лицо, и с легкой руки журналистов Джордан стал каким-то парнем в костюме. Да-да, помню я это. Когда опубликовали фото с броском, все только и говорили про лица Ленарда и Эмбидо. Да, я на нее тоже попал. И они такие, вот здесь у нас Кавай, тут Джоэл и какой-то парень в костюме. Тогда и подумал, что если мы выиграем чемпионство, то я обязательно им это припомнил. Поэтому на чемпионский парад я сделал футболку с подписью «Какой-то парень в костюме». И история завирусилась. Я, если честно, такого вообще не ожидал, потому что мне казалось, что люди особо не обращали на меня внимания. А в итоге вся эта история очень широко разошлась. Победа в НБА — цель едва ли не каждого профессионала на планете. И о чем же остается мечтать после этого? Ну, изначально моей мечтой было просто добраться до НБА. И когда я этого добился, был очень-очень счастлив, хотел получать как можно больше минут. Это я, собственно, и делал. Моей мечтой было пройти в состав клуба НБА, играть на этом паркете, сыграть дома перед своей семьей и близкими. А титул чемпиона — это просто бонус. Я не был к нему готов. Мечты мечтами, но для самих спортсменов баскетбол — это в первую очередь работа. И, как и всякой работы, у нее есть плюсы и минусы. Главная сложность в нашей работе — ты должен уметь адаптироваться. Разные тренеры, разные партнеры по команде, разные города, образы жизни, матчи — иногда это очень сложно. Но я горжусь собой и тем, что могу это делать на достаточно высоком уровне. Думаю, сейчас я могу перестроиться и адаптироваться под любую команду и тренера. И это иногда очень тяжело, потому что я ставлю себе очень высокую планку и хочу хорошо играть. Но, как написано в моем профиле в Instagram, — это моя работа. Я занимаюсь тем, что люблю и очень это ценю. Лучшее в работе баскетболиста — фу, хороший вопрос. Просто играть в баскетбол. Даже в те дни, когда ты не хочешь тренироваться, не хочешь вставать, у тебя все болит и много чего происходит. Я просто знаю, баскетбол — это моя работа. Я ее обожаю. Люблю дарить улыбки людям, болельщикам, которые приходят нас поддержать. Поэтому я просто люблю каждый аспект игры, силы, которые вкладываешь, взлеты и падения. А самое лучшее — это просто надеть кроссовки и играть в баскетбол. В ответ на вопрос о том, что мотивирует его играть в баскетбол, Ллойд дает максимально неожиданный ответ. У меня был брат. Некровный. Его звали Дежан Парки. Мы выросли вместе. И он был очень крутым баскетболистом. Мы с ним вместе начинали. Прошли школу, университет. А потом он умер. Порядка шести лет назад. Примерно так. Он и есть мое вдохновение. Это он должен был играть в Анба. На него возлагались большие надежды в баскетболе. А я был... Я нормально играл, но никогда особо не выделялся. Да, я был неплох. Но именно он был тем парнем, который должен был добиться всего. Никогда Дежана не стало. Я пообещал ему, его семье, что буду жить его мечтой. Сделаю все, чтобы добиться того, о чем он так сильно мечтал. Это подстегнуло меня в плане трудолюбия и отношения к делу в целом. В общем, это стало мощной мотивацией. Он мое вдохновение. Каждый раз, когда я выхожу на паркет или просто просыпаюсь утром, думаю о нем. Он причина того, что я делаю. Я очень рад, что уже добился многого, но впереди у меня еще не меньше работы. Рад, что он может наблюдать за мной сверху и видеть, что я делаю это для него. Джордану Ллойду только 28, и он продолжает мечтать. В Петербурге уже знают точно, это не просто какой-то парень в костюме. Редактор субтитров А.Семкин